В Таджикистане начало весны знаменуют маленькие, неказистые с виду цветочки. Они пробиваются к свету прямо из-под снега, который еще даже не успел растаять. Ходить в горы и в степь в поисках Байчичака – древняя традиция. Тот, кто первым найдет цветок весны, становится настоящим героем. Наш репортаж о том, как встречает весну в дальних кишлаках. Причем речь не идет о фольклорном празднике. Так здесь живут. Наступление весны в Таджикистане символизирует этот крохотный нежный цветок. Байчичак начинают искать в конце февраля. Он пробивается из-под снега. Сельские дети после уроков дружно идут на ближайшие холмы. Нам взрослые подсказали, где искать Байчичак. После школы мы с одноклассниками идем на поиски. Хотим первыми оповестить о приходе весны. Поиски подснежника – давняя сельская традиция. Ребенка, первым нашедшего заветный цветок, хвалят взрослые дети. Поиски могут продолжаться часами. Часто попадается растение, похожее на Байчичак. Но вот, наконец, нашелся настоящий. За час нашли только один подснежник. Надеемся, что будет больше. Сегодня многие ребята, как и мы, в поисках этих цветов. Цветок найден. Теперь с наступлением сумерек дети должны сообщить родственникам и соседям об окончании зимы. Дети надели халаты и подвязались с платками. За вечер надо обойти несколько десятков домов. Ребята поют, что в теплые весенние дни смогут играть в саду. Желают прибавления в семьях и благополучного года. Это старые песни о Байчичаке и весне. Это народные детские песни, которые, к сожалению, сейчас на всякое время полностью исчезают. Это не одна песня осталась на Урузе. Но исторические документы свидетельствуют, что кроме детских песен, пели специальные заклички, так называемые, когда люди выходили на крышу и кричали, поздравляли на Омаде Наурус, Шбошат, или что Наурус, Борак, Бошат. И были специальные песни, посвященные именно зазеванию на Урузе и поздравлению друг друга. Предвестники весны могут зайти в любой дом. На детские голоса хозяйки выходят с гостинцами. В ответ на подарок могут получать возможность приложить к глазам подснежники. Так делали наши бабушки. Мы спрашивали, почему так. Они отвечали, что это первый цветок, который видишь в начале весны. Необходимо приложить его к глазам, чтобы они весь год видели только хорошее. В городе в таких случаях чаще дают деньги. На селе сладости, рис и масло. Все для плова. Если хозяйка поскупится, дети споют ей о жадности. Те, у кого нет детей, делают праздничный плов предвестникам весны. Что-то дать маленьким гостям считается благим делом. Мы тоже когда-то так ходили. Даже во время войны думали, что никто не даст ничего. Но люди все равно всегда что-то выносили детям. В разных регионах праздник подснежника называется по-разному. На Побере это Гулгардоний, в Сохде – Бойчичак, на юге – Гулисьяхуш. Но отмечают везде одинаково. Когда увидел ребят, вспомнил о своем детстве, как мы ходили по улицам и домам. Нас старики звали к себе и готовили праздничный плов. Благодарим Бога, что дожили до новой весны. Хочется и в следующем году увидеть Бойчичак. Все сладости, фрукты и печенье ребята делят по уровну. Праздничный дастархан пустым не бывает. Этот плов называется Ощепойчичак. Право приготовить его надо заслужить. Мы ходили, пели песни в течение трех дней. Мне очень понравилось. Нас угощали различными сладостями и выпечкой. Не было дома, где бы нам ничего не дали. Мама для нас приготовила праздничный плов. Собирать подснежек ребята будут до главного праздника Навруз. А в день весеннего равноденствия 21 марта главным атрибутом праздника будет маленький и нежный цветок Бойчичак.